даже не знаю с чего начать друзья мы должен вам признаться это такая правда вот неудобная о которой обычно не говорят публично но мне кажется я обязан об этом вам сообщить потому что ну такое нельзя долго держать в тайне рано или поздно это станет явным в общем мой долг по кредитным картам вот разные кредитки у меня их куча уже собралось мой совокупный долг по кредитным картам превысил 1 миллион рублей набрал на свою голову кредиток в общем теперь не знаю что с этим делать ну наверное кто-то меня так скажем поздравить с этим да не знаю кто эти люди 1 миллион по кредиткам задолжал как можно с этим поздравлять честно говоря язык не поворачивается кто-то скажет что ну вот лошара до набрал кредитных карт потратил все да не совладал с собой не больше там айфонов накупил себе или не не знаю чего да теперь сиди расхлебывай что делать кредитка это тебя чего не говорили что это опасный инструмент принципе и тех и тех понимаю на самом деле давайте вам покажу на самом деле чего быть голословным давайте покажу что я вам вот как бы не не с воздуха цифры взял вот я на бумажку даже все выписал по каким картам несколько долг давайте начнем со сбера но я вот здесь уже зашел в приложение предварительно 299 тысяч долга общий лимит по кредитке 300 тысяч вот потратил 299 тысяч ладно тиньков те же т-банк кредитный лимит у меня 280 тысяч задолженность час вот 266 тысяч 500 рублей практически да но чуть меньше чем долг чем общий лимит по кредитке это потому что я еще рассрочку оформил потому что денег уже впритык не хватает я все потратил практически нужно растянуть платежи потому что ну вот предлагают типа на 100 тысяч первая рассрочка бесплатно за оформление то есть платить ничего не надо тиньков вот такая тема думаю оформил ну посмотрим хотя бы хоть как-то оттянул этот платеж вот и так у меня получается что 13 тысяч у меня тут осталось еще по кредитке можно тратить там до конца месяца надеюсь хватит вторая кредитка в тиньков мне тоже есть тут лимит 150 тысяч ну я потратил уже 149 500 конечно когда на кредитке одобрен тебе линит там 100 200 300 тысяч естественно соблазн берет свое ты там айфончик хочется купить там что-то какую-нибудь кофемашину купить вот я недавно брал кофемашину потратил сегодня до давать там когда как получится с процентами с процентами это так уже вторично так вот многие думают да ну я так подумал чё я хуже других что ли нет альфа альфа недавно вот кредитку оформил мне одобрили 220 тысяч я потратил уже вот 181 естественно а что делать что делать прям руки чешутся честно говоря когда такие деньги вот на кредитке лежат естественно хочется их куда-нибудь сразу пустить ну вот 40 тысяч осталось практически надеюсь там чуть еще куплюсь и может посмотрим и последнее у нас вот меня не у нас у вас надеюсь не такая ситуация плачевная это газпром в газпроме меня лимит одобрен 120 тысяч за должен перейдем 120 тысяч я потратил 102 уже 17 осталось но я тоже думаю им недолго осталось до конца июня точно я их зарасходую ну вот такая ситуация на как бы общий лимит миллион с небольшим я практически все потратил уже что делать не ясно как этот долг отдавать теперь так я мог бы сказать если бы я набрал кредиток действительно по ним совершил какие-то спонтанные покупки бесконтрольные и если бы я не знал как можно зарабатывать на кредитных картах смотрите вот если у вас вот эта история откликается если вы чувствуете что вот вы похожую модель поведения используете при взаимодействии с кредитными продуктами банков то нужно что-то менять я знаю как зарабатывать на кредитных картах я это активным образом делаю рассказываю вам да мы с вами тоже делимся своим опытом в нашем чате в телеграме кстати переходите туда можете обсудить свою историю вот у нас чатик он закрытый туда надо подать заявку чтобы зайти так что подавать ждем всех адекватных естественно только и в этом видео я хотел бы вам рассказать что вот этот долг по кредитным картам на самом деле это не долг а возможность заработать деньги и при наличии такого казалось бы долга по кредитным картам мне удается зарабатывать по 15 тысяч рублей ежемесячно то есть такой своего рода пассивный доход который я себе сформировал путем некоторых нехитрых на самом деле действий на то есть это может осуществить практически каждый человек только у вас естественно лимит по кредитным картам будет отличаться не у всех такой лимит миллион да там у кого-то и 2 и 3 миллиона это зависит от вас от вашего поведения от того как вы активно пользуетесь кредитными картами и на самом деле больше тут влияет сколько у вас в принципе есть денег на банковских счетах так далее но это тема для отдельного видеоролика на самом деле но сегодня я хочу вот вам описать принцип как можно превратить кредитные карты в инструмент в ваше оружие для заработка и начать зарабатывать деньги с помощью кредитных карт практически из воздуха да потому что это не ваши деньги это деньги банка кто-то мне писал в комментариях там да это это не банка деньги на самом деле это там деньги других людей по сути дела да но давайте не будем вот прям в дебри уходить туда прям в истоке так скажем банк это тоже инструмент это не друг ваш точно и вам нужно всегда держать ухо востро и быть всегда на чеку то есть кредитная карта вот что я хочу подчеркнуть и акцентировать на это внимание кредитная карта это опасный инструмент кредитка в руках того кто не привык контролировать свои траты это очень опасная штука да то есть те у кого есть проблемы с финансами ребята вам кредитку лучше в руки не брать я думаю вы это сами даже понимаете но ситуация вас может быть вынуждает использовать кредитную карту и хорошо если вам одобряют кредит куда при плохой кредитной истории при наличии долгов каких-то это еще хорошо потому что если вы смотрите этот видеоролик после просмотра вы будете знать как можно зарабатывать на кредитной карте давайте сперва на примере кредитки от банка тинькофф это моя первая кредитка вот именно эта кредитка это самая первая кредитная карта которую я оформил пару лет назад сперва я тоже очень скептически относился к кредитным картам возможно вот как и вы сейчас думаете смотрите этот видеоролик думаете блин то что этот парень затирает но кредитная карта как-то не вообще можно зарабатывать это же но это ловушка кредитная карта на только побуждает тебя совершать покупки потому что ты видишь эти деньги на счету как я вот говорил в начале видео ты видишь деньги на счету и тебя сразу соблазн сразу ты хочешь купить какую технику там да домой холодильник новый iphone на что угодно что вам нужно на это действительно ловушка и банки на этом делают деньги потому что если вы тратите деньги с кредитной карты отдавать то вам нужно будет свои если вы не выполняете определенные условия то вам придется еще и проценты платить но сегодня пойдет речь о том как использовать кредитку и не платить никакие проценты никакие комиссии ничего не платить из своего кармана а только зарабатывать на кредитной карте так кредитка тинькофф перейдем непосредственно приложение чтобы я мог вам продемонстрировать как это все работает у меня оформлено две кредитных карты тинькофф не все знают что можно оформить именно две кредитки сейчас расскажу как это можно сделать у меня как видите две кредитки platinum это такая программа лояльности до тинькофф platinum кредитная карта называется она имеет кэшбэк баллами там бесплатное обслуживание если оформляете кредитку по ссылочке в описании вечное причем бесплатное обслуживание по кредитке это очень важно потому что естественно это одно из самых важнейших условий при оформлении кредитной карты сама карта должна быть бесплатной чтобы вы за использование кредитки не платили ничего по ссылке в описании если оформляете то карта будет бесплатная абсолютно без каких-либо дополнительных условий секрет в оформлении второй кредитной карты в тинькофф теперь уже т-банки прошу прощения заключается в том что если у вас уже есть кредитка тинькофф platinum вам нужно оформить вторую карту но с другой программой лояльности не platinum а например какие есть тинькофф продукты есть тинькофф драйв это кредитная карта для автолюбителей там повышенные кэшбэки проценты вот эти все повышенные для автолюбителей на аз с на сервис автомобильные так далее так далее специальная карта именно для тех у кого есть машина я бы и сам хотел на самом деле такую кредитку мне не дают ее оформить уже ну третий третью карту не дают поменять вторую platinum на вот эту драйв дают только с ну в общем нужно будет платить за эту драйв есть еще вторая кредитка all airlines это кредитка для путешественников там повышенный кэшбэк соответственно кэшбэк вообще милями идет одна мили 1 рубль насколько я помню повышенный кэшбэк значит на отеле на авиабилеты на билеты вот у меня такой тоже кредитки нет вот очень хотел бы ее оформить там еще есть кстати all games для геймеров какая-то тоже повышенная вот это программа кэшбэка и с 7 aliexpress кредитка если покупаете на алиэкспресс много всего ну в общем все предложения по этим кредитам я оставлю в описании вы там сами посмотрите какая для вас более интересно но учитывайте что вам нужно ловить естественно бесплатное обслуживание но не всегда как бы активно если будет акция какая-то соответственно актуальная ссылочка будет в описании к ролику вот если увидите что сейчас вот когда вы сможете ролик она доступна то сразу берите не задумываясь потому что лучше оформить карту с вечно бесплатным обслуживанием пускай она у вас лежит чем не успеть оформить и потом оформлять ее уже с платой за обслуживание там ну вот обычно годовая годовая плата идет за обслуживание такой карты также хочу сказать вот такой момент посвятить что даже если карта у вас будет платная доходность которую вы будете получать используя кредитную карту с умом с помощью некоторых инструментов вы сможете окупать эту плату за кредитную карту и в целом вы будете в любом случае зарабатывать и так по кредитным картам тинькофф банка т-банка есть возможность снимать деньги с кредитной карты в рамках лимитов лимиты следующие если у вас нету никакой подписки в тинькофф конечно упущение с вашей стороны но имеем что имеем если подписки никакой нет то вы можете снимать с кредитной карты 50000 рублей максимум каждый месяц этот лимит обновляется один раз в месяц в дату выписки дата выписки это тот день когда вы получаете информацию о том какой долг у вас по кредитной карте накопился вот вы например в начале месяца там в течение месяца совершили какие-то траты и там первого числа следующего месяца получаете вот у вас дата выписки это стоит вы получаете информацию о том сколько вы должны вернуть какие там платежи минимальные ежемесячное там и так далее и в дату выписки у вас обновляются лимиты на снятие денег на переводы с кредитной карты также еще один очень такой немаловажный момент если я говорю снятие денег с кредитной карты снятие наличных с кредитной карты я имею в виду не физическое снятие наличных кредитной карты а переводы то есть если доступна такая опция без комиссии без процентов то приоритет естественно на такого рода снятие денег с кредитной карты у тиньков по наличным я часто говоря не помню условия какие можно ли там без комиссии или нет но переводы без комиссии совершенно не за саму операцию снятия денег с кредитной карты не за значит не начисляются вам проценты за то что вы сняли деньги вот например в сбере да если вы снимаете деньги с кредитной карты переводить ее там себе на дебетовую карту в том же сбере или на счету в другом банке у вас будет комиссия так делать не нужно у сбера есть такая еще хитрая вот штука я рассказывал об этом подробно вот в этом видеоролике про снятие наличных там есть один очень подводный камень посмотрите вот этот видеоролик чтобы понять о чем там идет речь и газпром банка это тоже касается на самом деле то есть чтобы вот не попасть на эту уловку про снятие наличных со сбера и газпром банка посмотрите видеоролик вот я вас предупредил у тинькофф же все гладко и так если подписок нет 50 тысяч можем снимать каждый месяц все отлично кроме того я еще рассказывал в одном из видео оставлю его в описании к этому видеоролику о том как можно снимать даже больше 50 тысяч рублей если у вас также нет никакой подписки если у вас имеется подписка тинькофф про это вторая второй как бы уровень у нас подписка тинькофф про дает вам плюшки такие как повышенный повышенный процент на остаток по накопительному счету повышенные лимиты на снятие вот так же с кредитной карты до 100 тысяч рублей и еще массу разных преимуществ там скидка на связь в т-мобайл оператор очень отличная тема как в качестве второго телефона например да для того чтобы регистрировать всякие банковские сервисы там в разных в общем организациях если регистрируетесь то это лучше делать на второй номер чтобы вас спам не беспокоил потому что спам блокировщики все равно не справляются вот имейте это ввиду тинькофф мобайл можете оформить там тоже ссылку оставлю в описании к ролику можно выбрать даже тариф 0 рублей вы не будете ничего платить просто будете получать там смс и подтверждающие какие-то в сервисах звонки все что надо и при этом ничего не платить с этой подпиской получаете возможность снимать 100 тысяч рублей каждый месяц и следующий последний максимальный уровень это если у вас есть подписка тинькофф премиум то вы сможете снимать с кредитной карты 200 тысяч рублей каждый месяц но друзья мои учитывайте такой немаловажный нюанс если одобренный лимит по кредитной карте на моем примере это 200 80 тысяч рублей по одной и 150 по другой если он меньше чем лимит на переводы при допустим подключенные подписки тинькофф премиум вот если у меня по одной кредитки 150 тысяч рублей всего лишь одобрено и при этом у меня подключена подписка тинькофф премиум я не смогу снять с кредитки больше там 200 тысяч рублей как доступно по подписке потому что у меня одобренный лимит в принципе ограничен 150 тысяч рублей то есть целесообразность оформления подписки зависит от того какой лимит по кредитной карте вам доступен если у вас есть подписка тинькофф про то максимальный лимит это 200 200 с небольшим тысяч рублей вот в этом случае вам достаточно будет подписки тинькофф про с таким лимитом на снятие 100 тысяч рублей чтобы это понять посмотрите вот этот видеоролик я там объяснил почему вам будет этого хватать но в целом запасом если вы ожидаете что вас скоро будет повышение лимита по кредитке если вам нужны какие-то дополнительные преимущества там тоже подписки премиум там масса различных преимуществ вот я сейчас сам тестирую на бесплатном первом месяце подключил тинькофф премиум сейчас ничего за него не плачу вообще и на самом деле потом не буду платить так как я буду выполнять условия бесплатного использования тут по ней вообще абсолютно по всем картам будет бесплатное обслуживание то есть даже если у вас какие-то кредитные карты с платы за обслуживание я так понимаю что на премиуме они будут абсолютно бесплатно оповещение тут бесплатно лимита на переводы на повышенные вот эти проценты на остаток повышенные кэшбэки то есть все на максималках и при этом выполнять эти условия для сохранения бесплатности использования этой подписки на всех счетах банка достаточно хранить более миллиона рублей ежемесячный минимальный остаток и совершать покупки на 200 или более тысяч рублей тоже каждый месяц те кто уже пользуется кредитными картами я думаю понимаю догадывается за счет чего можно эти траты совершать то напишите в комментарии если вы поняли догадались подмигните мне так скажем это что касается у нас лимитов подписок и вы спросите а что же дальше то с этими деньгами делать ну вот и снял перевел 50 тысяч там 100 200 тысяч рублей с кредитной карты куда ты их перевел и как ты собираешься на этом зарабатывать все очень просто господа и дамы вы берете эти деньги и переводите кладете на какой-нибудь инструмент который дает вам пассивный доход самое первое что приходит в голову самое очевидное и банальное это накопительный счет именно накопительный счет это то что я использую в своей практике это то с помощью чего я зарабатываю на деньгах снятых с кредитной карты я размещаю свои деньги на накопительный счет высокодоходный который дает доходность на данный момент при текущей ставке это 16 17 18 и даже 19 процентов годовых и таким образом получаю пассивный доход с и денег снятых с кредитной карты согласитесь достаточно просто особенно учитывая что лимиты на переводы между своими банковскими счетами составляют до 30 миллионов рублей в месяц вам этого вот так с головой хватит для того чтобы перемещать деньги из банка в банк с целью размещения средств именно на том накопительном счете который дает вам самую максимальную доходность на данный момент сейчас какие накопительные счета нам интересны это накопительный счет в газпром банке который дает 19 процентов годовых там правда на начисление идет на минимальный остаток на счете ну по сути дела это вклад на один месяц такая ставка доступна первые два месяца в газпроме это сейчас обычное дело практически в каждом банке вот такое такие специальные промо условия не только на ограниченный какой-то период времени следующее что втб 18 или 18 половиной процентов на накопительный счет опять же и там уже начисление идет именно на ежедневной основе не минимальный остаток то есть можно будет с этого счета снимать деньги при необходимости и желательно в тот же день вернуть ту же сумму либо больше для того чтобы вам зачелся этот день так как сумма на накопительном счете нафиксируется обычно там в районе 12 часов ночи вот если вы даже сняли деньги с этого счета и вернули в этот же день банка то эту операцию видит так как будто вы деньги оттуда и не доставали соответственно ваш ежедневный доход на этом накопительном счете будет абсолютно такой же он нисколько не поменяется ну и ряд других накопительных счетов кстати напишите в комментариях какие самые вот высокие ставки по накопительным счетам вы видите будет очень полезно и мне узнать и другим зрителям этого видеоролика что мы от тиньков до тиньков только есть еще одна из очень таких классных кредитных карт актуальна на данный момент это кредитка от альфа банка один код без процентов я уже снимал кстати видеоролик про эту кредитную карту более подробные более детальный посмотрите его там по подсказке но сейчас вкратце скажу что сейчас по кредитке альфа банка действует специальное предложение если вы оформляете кредитку до конца июня 2024 года то вместо 50 тысяч рублей снятия ежемесячно наличных в банкоматах альфа банка без кого без комиссии без процентов каких-либо вы получаете возможность снимать в два раза больше до 100 тысяч рублей каждый месяц можно будет снимать без комиссии и без процентов акцентирую внимание на том что на эту операцию снятия наличных именно наличных именно надо ножками идти в банкомат и там снимать я на себе проверил уже как раз таки вот в этом видеоролике подробном рассказал все показал что и как вот на эту операцию снятия наличных действует льготный период не год не год не 365 дней без процентов а 60 дней без процентов ну в общем все условия вот эти подвохи подводные камни посмотрите в отдельном видеоролике по карте альфа банка и что самое классное в альфа банке ровно как и в тиньков здесь можно иметь две кредитных карта может быть даже и три кстати напишите в комментарии у кого три карты есть вторая кредитка это альфа travel также для путешественников здесь специальные вот предложения 10 процентов кэшбэк милями за покупки какие-то еще возможны предложения вот 100 тысяч рублей на прикиньте как круто такая вот акция так что надо поторопиться кредитка альфа банка я себе оформил одну в конце июня я хочу еще одну заявку на вторую карту альфа банка подать тоже и оформить ее чтобы было у меня две кредитки надеюсь мне оформят хороший лимит потому что я добросовестный клиент я все вовремя всегда возвращаю вот так что будем надеяться что все будет хорошо по альфа банку к сожалению нельзя переводом это все сделать вот просто взять кредитной карты перевести нам на дебетовую карту альфы и там дальше перевести куда-то на накопительный счет там в том же газпроме под 19 процентов такое делать нельзя будет комиссия будут проценты так что внимательно очень к этому относитесь и читайте условия если какие-то вопросы у вас есть там по любой кредитной карте пишите в наш чат телеграме вот там по qr-кодику переходите добавляйтесь кидайте заявку в чат будем обсуждать с вами все эти вопросы у особо внимательных зрителей наверное давно уже зреет вопрос дмитрий а каким же образом ты получаешь доход 15 тысяч рублей ежемесячно если ты из кредитных карт можешь снимать деньги только в рамках лимитов на с альфа банка это 100 тысяч рублей ежемесячно с тиньков там со всеми ухищрениями до 400 тысяч рублей получается ok с тиньковым хорошая карта действительно вот рекомендую тем более с бесплатным обслуживанием это прям маст хэв с газпромом так вообще здесь прям такой подводный камень жирный есть но как же тебе удается снимать весь лимит с кредитных карт и это действительно хороший вопрос дамы и господа но дать на него ответ публично я не могу моих силах только дать вам подсказку и наводку дать вам пищу для размышлений чтобы вы уже пораскинули мозгами и сами пришли к этому способу и так существуют определенные сервисы которые позволяют вам совершить перевод с кредитной карты на этот сервис абсолютно без комиссии и эта операция хоть и называется переводом но фактически считается как будто бы это покупка и именно поэтому такая операция входит в льготный период и на нее не начисляются никакие проценты ведь обычно именно за снятия наличных банк начисляет комиссию но в данном случае такая операция является исключением что нам с вами естественно на руку таких сервисов существует масса и способов как можно достать деньги с кредитной карты также существует великое множество они различаются по сложности по временным затратам по затратам возможно на какую-то комиссию но небольшую и несущественную которая естественно покрывается доходом с размещение этих средств либо на пассивных источниках дохода как накопительный счет либо вклад либо какие-то еще либо с помощью активных способов заработка на кредитных деньгах какой из этих способов выбирать все в ваших руках ну а если у вас прям никак но никак не получается понять каким же образом можно это сделать как снять весь лимит с кредитной карты вы можете обратиться ко мне в описании к этому видеоролику я оставил ссылочку на специальную форму после заполнения которой мы можем с вами связаться тет-а-тет я с вами поделюсь особо ценной информации на эту тему инструментами которые можно использовать а дальше уже дело за вами ну а теперь давайте перейдем непосредственно к цифрам как можно получать доходность 15 тысяч рублей ежемесячно предположим я снял весь лимит по всем своим кредитным картам который в моем случае составляет один миллион семьдесят тысяч рублей и разместил эти деньги на накопительном счете под 17 процентов годовых 17 процентов почему такую цифру взял это вполне себе реальная цифра по накопительному счету на данный момент с с учетом того что вы будете размещать эти деньги ну например сперва на накопительном счете под 19 процентов в газпром банке потом в втб под 18 процентов потом где-нибудь еще под 17 процентов где-то еще под 16 с половиной 16 процентов и так далее вот среднее у вас получится где-то 17 процентов годовых это вполне себе реальные цифры с учетом текущих ставок по накопительным счетам доступным в промо период там первые два-три месяца вот вы подержали денежки в одном банке в течение там двух-трех месяцев на один месяц положили денежку достали вернули на кредитную карту весь лимит на все кредитные карты весь лимит вернули сняли снова положили опять на этот же накопительный счет подержали опять месяц забрали свои проценты забрали деньги с накопительного счета вернули на кредитные карты далее мы не можем уже на этом счете держать потому что промо ставка у нас уже не будет действовать, там будет пониженная ставка 14, 13, 12%. Мы должны выбрать какой-то другой банк, выбираем тот, где 18,5%, вот, например, ВТБ. Опять же, скидываем туда деньги со всех кредитных карт, размещаем денежки там, держим 1 месяц, снимаем деньги спустя месяц вместе с процентами, возвращаем на кредитные карты, опять снимаем с кредитных карт, размещаем на тот же накопительный счет. Ну, в принципе, я думаю, вы поняли, вот так, меняя банки, вы сможете получать от каждого по самым высоким ставкам по накопительным счетам. Итак, в нашем случае 1 миллион 70 тысяч рублей мы размещаем под 17% годовых. Итого, общегодовой доход составляет 181 900 рублей. Это доход, который я получу за год, если ни одного дня не пропущу, если каждый день будут деньги с кредитных карт, которые вот у меня доступны, если деньги будут работать каждый день. На этом моменте кто-то может придраться. Я вас хочу опередить и сказать, что при таком доходе с накопительных счетов, там, либо с вкладов за год, мы попадаем в такую ситуацию, что мы заработали больше 160 тысяч рублей на процентах с вкладов накопительных счетов и так далее. Мы помним, что у нас действует налог на вклады, так называемый. На самом деле, налог действует на доход с вкладов накопительных счетов и подобных инструментов банковских. Если мы заработали 160 тысяч рублей, на эту сумму, на 160 тысяч, мы никакой налог не платим. А на все, что свыше, в моем случае это получится 21 900 рублей, я должен буду заплатить налог 13% годовых. Это у нас получается в цифрах 2847 рублей. Я должен буду заплатить вот такой налог за то, что я превысил общий доход со вкладов накопительных счетов по всем своим банкам. Итого, общий доход у меня получится 179 тысяч рублей за год. 179 тысяч 53 рубля мы делим на 12 и получается доход ежемесячный практически 15 тысяч рублей. А теперь напишите мне в комментариях, господа инвесторы, какой должен быть капитал инвестирован в, предположим, российские дивидендные акции для того, чтобы получать такой же ежемесячный доход. За вычетом налога, естественно. На этом моменте, я думаю, вы поняли, что с помощью такого простого инструмента, как кредитные карты, можно неплохо так зарабатывать. Особенно, если ваш совокупный лимит гораздо больше, чем мой. У меня всего лишь миллион. А если ваш кредитный лимит 2 миллиона рублей, 3 миллиона рублей, 4 миллиона рублей, и если вы знаете, каким образом можно снимать деньги с кредитных карт и пускать их в работу, то ваш доход будет превышать не только размер пенсии, но и зарплаты некоторых сотрудников, кто трудится в найме. Так что учитывайте, кредитная карта это неплохой такой инструмент. В описании к этому видеоролику я также оставлю список кредитных карт, которые работают, которые можно использовать для того, чтобы с них доставать денежку и зарабатывать. Обязательно их посмотрите, а также обязательно посмотрите вот этот полезный видеоролик, специально для вас записывал. Всем счастливо!